Детекторы дыма В акцию личного дела пришли жалобы сразу на несколько объектов. Жилой дом, торговый центр, ресторан и даже думу. Мы отправились туда, но не одни взяли с собой эксперты по пожарной безопасности. О том, что пока гром не грянет, сигнализация не заработает. Мое личное дело. Какой-то человек, который приходит на объект, думает, что все работает, детекторы дыма стоят, и они всегда сработают. Но из моей практики, за последние, наверное, 13 лет, сколько я этим занимаюсь, я вижу, что ситуация становится все хуже и хуже. Артур Хроленко. Эксперт по пожарной безопасности. 13 лет пожарной в спасательной службе. Второе место работы занимается обслуживанием пожарных систем. Проверяет, как они работают. Как раз то, что мы собираемся делать. Жилой комплекс в Юрмале. Тур Эйдес Кварталс. Элитные новостройки. В одном из домов подходим к пожарной панели. Отключено. Второй этаж, лестящая клетка. Третий этаж, лестящая клетка. Четвертый этаж, лестящая клетка. Первый этаж, в том числе. Внаружные сирены. Еще одна в здании Е. Подвал. В здании Д. В здании Д лестящая клетка. Один, два, три. Все четыре этажа. То есть, если здесь начинается пожар. Они не сработают. Они отключены. Все панель. Их видят, что их нет. То есть, детекторы дыма есть. Все их видят. Но они бесполезны. Охранник связывается с администрацией комплекса. Но там отказываются давать комментарии. Я думаю, что администрация должна обязательно сообщить об этой ситуации своей обслуживающей компании. Так как, согласно правилам Кабинета министров, пожарным нормам, в течение 24 часов такие отключения должны быть устранены. Торговый центр «Лимедамы» в Рижском микрорайоне Иммонта. На прошлой неделе пожарная панель показывала огромное количество отключений. Больше 80. В том числе не работал датчик в помещении уборщицы. Смотрим, что же сейчас. Новый центр «Лимедамы». Есть какие-то отключения. Но какие, то есть, я не могу. Здесь за безопасность отвечает компания «Эс-Дивижн». Признают, некоторые зоны действительно отключены. Причина – в магазине идет ремонт. Так делать можно, но тогда надо чем-то компенсировать. Руководство торгового центра приняло решение. Охранник должен совершать регулярный обход. Безопасность посетителей в его руках. В здании один охранник, в обязанности которого входит контролировать эту панель. Он делает регулярный обход, после чего расписывается в журнале. Я думаю, что во время ремонтных работ за этим тоже надо следить. Потому что мы можем вспомнить замок, президентский замок, где во время ремонтных работ он сгорел. Но поэтому я считаю, что это довольно-таки важная такая ситуация. В Оллинской краевой думе пожарная панель вообще не работает. Ждем представителя обслуживающей компании. В данном случае это охранная фирма ВСВ Абсорде. Через какое-то время специалист приходит. Покажите пальцем, что, на ваш взгляд, не работает. Вот эта панель. Вот эта? Да, она отключена. Вместо нее работает другая. И уже давно. Если она не работает, ее здесь не должно быть. Верно. Мы ждем большой ремонт. Скоро он начнется. Тогда вообще панели отсюда уберем. Новая панель защищает первый и второй этажи думы. А вот если что-то случится на третьем, четвертом или пятом, сигнал идет на пульт охранной компании, которая находится в другом месте. По мнению нашего эксперта, это не лучшее решение. Есть один нюанс, что охранная фирма видит, что пришла, допустим, пожарная сработка, но она не видит, где. То есть даже таким образом, что охранная фирма получит сигнал, все равно она позвонит, допустим, дежурному или приедет сюда экипаж, и он будет понимать, что пришла сработка. А где горит? На каком этаже? В принципе, для них это тоже темный лес. Ресторан «Гастробар Т-73» в Риге. По нашей информации, детекторы дыма тут заклеены прозрачной пленкой. Поднимаемся на балкон. Так оно и есть. То, что мы увидели, это такая серьезная ситуация. Это означает то, что если будет пожар в этом помещении, то датчик дыма никогда не даст сработку, потому что он замотан пленкой. Детекторы дыма были заклеены в связи с ремонтными работами на балконе, чтобы не деформировать их и уберечь от попадания пыли. Посетители могут чувствовать себя в безопасности, потому что есть и другие детекторы, которые в рабочем состоянии. Опять-таки, если идет ремонт, и несколько детекторов не работают, должен быть и дополнительный надзор. Что в этом случае делает ресторан, администрация ответить затруднилась. Заклеить детектор то же самое, что оставить на нем закрывающий колпачок. Нередко случается, колпачок забывают снять обслуживающие компании. По халатности. Проведем эксперимент. На детектор дыма одеваем вот такой вот специальный колпачок. Зажигаем вату, подносим к детектору, считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ничего не происходит. Снимаем колпачок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не прошло и 10 секунд, как сработала сигнализация. По опыту нашего эксперта, 70% сигнализации находится не в полном рабочем состоянии. Нередко владельцы здания или администрации об этом даже не догадываются. Каким может быть выход вести раз в год независимую экспертизу на всякий пожарный. Личное дело Диана Спынов, Латвийское телевидение.